Локальные истории. Так определили организаторы тему Красноярской ярмарки книжной культуры 2019. Это мероприятие ежегодно привлекает писателей, поэтов, художников, филологов, историков, журналистов, музеологов со всей страны. В фокусе внимания участников Красноярской ярмарки книжной культуры в этом году – изучение истории конкретной местности, отражение событий мирового масштаба в судьбах людей. Как эта концепция реализуется на практике, продемонстрировала экспозиция «Локальные музеи. Точка входа в историю». В ней приняли участие 10 проектов. Один из стендов был посвящен выставке-расследованию «Возвращение в Селиксу», созданной на базе Музейно-выставочного центра Заречного. Свои работы также представили музейщики из Владивостока, Учмы, Томска. Участники из Ржева посвятили экспозицию восстановлению довоенного прошлого города. Город был уничтожен, стерт с лица земли. Уничтожен архив, уничтожена вся коллекция документов. И фактически город, который потерял себя, потому что его история, она как бы началась заново после 1945 года. Все, что было до этого времени, оно, в общем-то, покрыто мраком. В их краеведческом музее сильная экспозиция, которая касается Великой Отечественной войны. Но вот довоенный период он представлен эпизодически. И авторы этого проекта, они задались целью воскресить вот тот самый забытый, утерянный, утраченный Ржев, в том числе и дореволюционный, через личные коллекции, собственно, местных жителей. В рамках Красноярской ярмарки книжной культуры состоялись также круглые столы и дискуссии. Они были посвящены общей проблематике форума, вопросам локальной истории и роли человека в ней. Мы очень много говорили о том, что воспоминания, как исторические источники, они недооценены. И в музейных экспозициях, они редко где присутствуют. Экспозиция, как правило, ориентируется на предметы, она ориентируется на какие-то документы. Считается, что документы – это более достоверный источник, чем воспоминания. Но я, например, так не считаю. Несмотря на свою очевидную субъективность, воспоминания людей делают исторические события более живыми и яркими, в отличие от сухих строчек документов и официальных отчетов. Голоса из прошлого позволяют составить портрет эпохи и сделать экспозиции музеев более интересными для посетителей. Проблемы многих краеведческих экспозиций, они довольно безликие. Они составлены как будто еще по советским лекалам в виде каких-то диаграмм, схем, таблиц, где показываются вот эти движения народных масс и все, что связано с государством, с историей именно такой федеральной. Ориентированность на судьбы простых людей, их мысли, чувства и переживания при создании экспозиций – один из современных музейных трендов. В русле этой тенденции специалисты музейно-выставочного центра Заречного выстраивают свою работу. В соответствии с этим принципом создана концепция новой выставки, посвященной советскому прошлому нашего города. Она называется «Конец прекрасной эпохи». Открытие экспозиции запланировано на декабрь. Ксения Тризна, Денис Дубицкий, телерадио, компания «Заречный».